Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Пирожки с яблочным повидлом. Активируем дрожжи. В тёплое молоко добавим дрожжи. Сахар и перемешаем. Ставим на несколько минут, чтобы дрожжи заработали. В чашу миксера добавим соль. Яйца. Сливочное масло. Я его немного нагрела в микроволновой печи. Ванильный сахар. Масло подсолнечное. Дрожжи заработали, появилась пенная шапочка. Добавляем дрожжи. Постепенно добавляя муку, начинаем замешивать тесто. Муку всё сразу не добавляйте. Её может потребоваться чуть меньше или больше. Мука у всех разная. Музыка. 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 Вымешиваем тесто в течение 10 минут. В целлофановый пакет смажем небольшим количеством растительного масла без запаха. Перекладываем тесто в пакет. Выдавливаем весь воздух, завязываем. Чтобы было надежнее, помещаем тесто еще в один пакет. Помещаем пакет в воду. Как только тесто всплывет, оно подошло, у меня на это ушло 40 минут. Достаем тесто из пакета. Немного его обминаем, как бы подкатываем. Делим тесто на части. У меня вес каждый примерно 50 грамм. Подкатываем в шарик, собирая края. Накрываем и даем постоять минут 10-15. Раскатываем каждый шарик в лепешку. У меня на это количество теста ушло 500 грамм яблочного повидла. Выкладываем начинку, защипляем края и формируем пирожок любым удобным для вас способом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смазываю пирожки сверху молоком. Продолжение следует... Выпекаем пирожки в духовке, нагретой до 180 градусов. У меня они выпекались 25 минут. Легкие, румяные, вкусные пирожки с повидлом. Желанный десерт всех сладкоежек. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Кушайте вкусно! До новых встреч!